Решение США вывести войска из Афганистана создают новую, геополитическую и геоэкономическую реальность в регионе Центральной Азии. Большинство центрально-азиатских стран, в том числе Россия и Китай, против вывода американцами свои войска из Афганистана. Даже несмотря на то, что у последних достаточно сложные отношения с США. В этом вопросе главное – это риски. Риски эскалации, радикализации, прихода к власти в Кабуле талибов и т.д. Для Баку тут возникли новые возможности и риски. С одной стороны, Азербайджан играет важную роль в транспортировке американских войск и техники из Афганистана. А с другой стороны, в случае дестабилизации ситуации в Центральной Азии, многие экономические проекты, в которых заинтересован Баку, попадают под вопрос. Поэтому важно то, как будет Афганистан развиваться постамериканское время. О выводе войск США из Афганистана, о том, какие процессы будут развиваться дальше, а также о азербайджанских интересах в этой стране, рассказал в интервью Кавказскому бюро, эксперт по Ближнему Востоку, иронист Игорь Панкратенко. Американцы выходят из Афганистана. Каким вы видите Афганистан постамериканским? Талибы вновь захватят власть? Исторической традицией стало то, что будущее Афганистана туманно и неопределенно. После ухода американцев начнется решающий этап определения того, каким будет Афганистан. В схватке напрямую сойдутся официальный Кабул и Талибан. Причем, главным вопросом и главным призом здесь будет перераспределение финансовых потоков. Грубо говоря, кто из какой провинции или сферы экономики будет получать доходы. Вопрос этот принципиальный для обеих сторон, и драться за него каждый в свою пользу, они будут жестко. При этом позиции Талибана выглядят предпочтительнее, и они вполне в состоянии устроить официальному Кабулу кровавую баню. Но здесь есть и как минимум пара серьезных сдерживающих факторов. Во-первых, талибам необходимо предъявить международному сообществу, то есть потенциальным инвесторам, Талибан с человеческим лицом. То есть, Талибан способный к компромиссам, к урегулированию конфликтов политическим средствами. Во-вторых, при всем противостоянии талибов и официального Кабула есть у них то, что объединяет. А именно присутствие на территории страны, филиала ИГИЛ и ряда других иностранных группировок. И Кабул, и талибы считают, что им здесь не место, а ничто так не объединяет, как наличие общего врага. Поэтому и драться за финансовые потоки, и совместно резать нежелательных иностранцев они будут одновременно. Как Афганистан собирается после этого интегрироваться в мировую экономику? Какие страны имеют на Афганистан экономические планы? В лидерах здесь, разумеется, Китай. Но экономические интересы есть и у Ирана, и у Индии, и у Турции, и у Узбекистана. В чем-то они совпадают, в чем-то расходятся. Однако, при грамотно выстроенной политике будущее руководство Афганистана, вне зависимости от того, кто войдет в его состав. Имеет все шансы получить от внешних игроков возможность восстановить экономику страны. Азербайджан, Турция, Пакистан, Афганистан – следующие в этом союзе? Объективно, да, причем к этому блоку я обязательно добавил бы и Ташкент. Но на этом пути слишком много препятствий, поэтому давайте не будем торопить события. Ведь даже если и прозвучат некие политические декларации на этот счет, пройдет длительное время, пока они превратятся в реальность. Какие угрозы возникают в нынешних условиях для Центральной Азии? С одной стороны, традиционный набор, то есть наркотрафик. Времена, когда Талибан беспощадно боролся с наркотиками, безвозвратно ушли в прошлое. При имеющихся аграрных технологиях афганский крестьянин при одних и тех же трудозатратах, получает с одного гектара мака доход в три раза более высокий, чем с одного гектара пшеницы. Американцы после вторжения менее всего беспокоились о реформе аграрного сектора Афганистана, что и стало причиной резкого роста площадей под маковую культуру. Поэтому реальное прекращение производства афганского героина находится в совершенно иной плоскости и не зависит от того, кто придет к власти. Как только выращивать пшеницу и иные сельскохозяйственные культуры, станет выгоднее производство маковой соломки, проблема будет решена. Вот только когда это произойдет. С другой стороны, то, о чем мы уже говорили выше. Борьба с ИГИЛ и другими внеафганскими террористическими группировками, включая сюда Исламское движение Восточного Туркестана, Исламское движение Узбекистана. Теперь Исламское движение Туркестана, Союз Исламского Джихада и так далее. Куда они пойдут, когда за них возьмутся и Кабул, и Талибан? Вопрос, думаю, риторический. И к этой ситуации нужно готовиться уже сейчас.